Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У нас дождик идёт, температура, слава богу, 17 градусов, но хоть 17, хоть не 12, как вчера. Ладно, какие новости. Несколько постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске признали фейковыми. Причём признали не то, что несколько, около 100 постов, но сейчас будут на них разные уголовные дела открывать. Ну, фейковые в том плане, что взрывы-то были в Дзержинске, конечно, но кто-то написал, что их было несколько, кто-то там ещё что-то написал. Ну и, в общем, вот гоняются теперь вот за блогерами, да, в социальных сетях. Теперь их всех пересажают за фейковые новости. Так, что ещё? Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорблений Меган Маркова. То, что я ему ещё вчера говорил, вот сегодня появилось в сети, да, он намеренно держится в отдалении от высокопоставленных гостей. По мнению бальтанских журналистов, он затаил обиду из-за слов Трампа о противной Меган Маркова. Да вряд ли он обиделся-то ещё обижаться-то. Господи, на кого там обижаться? Ну, просто он ведёт себя, как подобает приличие. Раз ты такой-такой-такой, сказал про мою жену, ну, значит, получи моё фе. Как-то так. Тут где-то у меня ещё было про Трампа, я сейчас не помню, не найду. Вот, он заснул там, выступала королева английская, да, а он, значит, сидел-сидел там, это что-то. Ну, старенький уже. Вот, сейчас вот этот вот кусочек там видеосъёмки показывают везде. Ладно, что ещё интересного? Майские праздники неизвестные проникли на территорию РКК «Энергия» в Королёве, похитивая электронное оборудование. Опа, ракету, что ли, украли? Да, вот смотрите, электронное оборудование для космической техники. Проникновение было зафиксировано на камеру наблюдения. По неофициальным данным, стоимость похищенного может составлять десятки миллионов рублей. Ничего пельмени. Официально в Роскосмосе подтверждает лишь факт незаконного проникновения. И всё. А что украли? Да, они сами не знают, что там есть. А может, сами украли. Кто бы сомневался. О, Венедиктов. Ну, фраза такая. Ну, это вот прям заголовок. Охренеем вместе. Смотрите, где-то он нашёл, где-то выкопал. 23 декабря 2015 года пресс-служба правительства России сообщает, что останки цесаревича Алексея и великой княгини Марии Николаевны передаются по просьбе Патриархии на ответственное хранение РПЦ. 2015 год. 24 декабря того же года член правительственной комиссии Сергей Мироненко подтверждает это решение, указывая, что эти останки уже находятся в Новоспасском монастыре. 3 июня 2019 года, ну, это вот как раз два дня назад, агентство ЭТАРТАС со ссылкой на приёмную наместника монастыря Дионисия сообщает, что останки никогда не хранились в Новоспасском монастыре. Украдены, потеряны или уничтожены. Ну, да, бардак. О, в Раду внесли очень интересный законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили российское гражданство. Ха-ха-ха, интересно, а что у них получится? Донбасс-то под влиянием Москвы. Ну, в общем, да, те, которые добровольно получили гражданство, теперь будут, у них будет конфискованное имущество. Тоже, наверное, по упрощённой процедуре, как по паспорта получили. Ну, посмотрим, посмотрим. Барри Алибасов госпитализировали. Чё-то, ребята, тоже мне непонятно. Я его хорошо знаю, Барри Алибасов. Я больше того, я даже знаю его дом на самом берегу Волги, в Саратове, да. И вот он попал в больницу с острым отравлением химикатами, по ошибке выпил средства для прочистки труб и получил сильный ожог пищевода. Врачи начали оказывать продюсеру срочную медицинскую помощь прямо в машине скорой, которая стоит возле его дома в Мердяковском переулке. Мне вообще-то непонятно, как можно её выпить, эту жидкость, её в рот не возьмёшь. У меня вон полно, я трубы-то прочищал. Помните, у меня зимняя эпопея была? Не знаю, не знаю, что такое, как по ошибке. По ошибке азотной кислоты выпил, да? Ну, это то же самое, там только щёлочь, там каустик, там, ой, жгучая вещь. Ладно, даже вот так просто на кожу попадёт, она ржётся. В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии. О, как, знаете, что такое эвтаназия, да? Вот, и, в общем, она страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии. Аналексия из-за того, что в детстве и в подростковом возрасте подвергалась сексуальному насилию. Врачи сделали ей смертельную инъекцию через два дня после того, как ей исполнил 17 лет. Именно с этого возраста в стране разрешено получать такую услугу без разрешения родителей. Она оставила в своей комнате пластиковый контейнер с прощальными письмами. Она даже книгу написала «Побеждатели учиться», где описывала свою жизнь. По голландским законам эвтаназия разрешена детям с 12 лет в том случае, если врач признает их страдания несовместимыми с жизнью. В 2017 году таким способом ушли из жизни 6,5 тысяч человек. Ничего. В августе 2018-го сообщалось, что в Бельгии медики провели эвтаназию двум тяжелобольным мальчикам 9 и 11 лет. Они стали самыми юными пациентами, которых подвергли смертельной инъекцией. Ну, Бельгия и Голландия, это Бенилюкс, это одно и то же. Закон-то одни и те же. Да, меня это очень как-то удивило. Тут сейчас вот много говорят насчет Чернобыля, вот это сериал. У меня тут Елена много рассказывала, интересно, ей понравилось. Но я, пожалуй, не буду пока смотреть тяжелые. Я не люблю тяжелые фильмы, мне сейчас это совсем не надо. И вот мне тут Олег рассказывает, парень, да, на моем канале, Ютюбе. Вот он рассказывает про Чернобыль. Он сначала сказал, что туда бомжей отвозили, да. Я думаю, я не слышал. Бомжей разбирать завалы, да. Вот. А вот он пишет, моего отца с улицы увезли. Он в семье не жил тогда, выпивал. И таких вот не совсем спившихся везли на поездах, разбирали завалы, давали водку, кормили. Это мы потом узнали. Конечно, не оформляли. Да, вот это вот ничего себе. Я такого не слышал. Да вообще, что мы знаем о России, да, об СССР? Ужасно. А, вот у меня тут, я заранее сказал, президент Трамп, да. Вот это все. Заснул вот так вот. Под чьими-то, тут над ним кто-то стоит с орденами, с медалями, а он там сидел, сидел и заснул. Ну, старенький, что, ладно. В Праге на улице с требованием об отставке премьера Чехии вышли 120 тысяч человек. Ничего себе для Праги-то, да. Это одна из самых крупных акций протеста в стране за последние 30 лет. Глава Кабмина, миллиардер Андрей Бабиш, должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Вот бы хорошо, Медведев, миллиардер Медведев, да. То же самое. Дело связано со распределением субсидий Евросоюза, которые получили компании, связанные с премьером. Вот это да, да, ничего, пельмень. Молодцы, чехи. Так, вот, смотрите, определены самые грязные регионы России. О, какие, ну, угадайте. Красноярский край. Также в этот рейтинг вошла Челябинска, Нижегородская, Оренбургская, Илькутская и Средловской области. О, как. А самый чистый, Тамбов. Тамбовская область, на ней Алтайский край, Республика Алтай. Ранее сообщалось, что в Кузбассе выпал чёрный снег. Не надо никакой ядерной войны, ребята. Вот уже всё. ФСБ заинтересовалось победителями исторического конкурса. Вот как. Короче, тут общество Мемориал какой-то конкурс сделал для умных мальчиков и девочек. Вот тут сейчас это всё начинает разгонять, давление. Откуда вы узнали, а как вы попали, и туда, туда, сюда. Ужас. Так, Путинское Политбюро 2 может не пережить новых вызовов. Тут вот рассказывают, оказывается, у Путина есть Политбюро 2, неформальная структура. И вот кто туда входит, кто туда входит? Самый ближний круг. Смотрите, значит, членом Политбюро 2 президента стали секретарь усилившегося Совбеза Николай Патрушев и бизнесмен Геннадий Тимченко. Но из ближнего круга выпал спикер Думович Слав Володин, царатский, да? Говорится в докладе Минченко консалтинг. Вот они, да. И вот тут прям кто входит в ближний круг Путина? Ну, тут прям это вот. Фотографии. Владимир Путин, да? Значит, ближний круг. Девять человек. Медведев, Чемизов, Рутенберг, Собянин, Шойгу, Тимченко, Патрушев, Ковальчук, Сечин. Ну, кандидатов очень много. Матвиенко, Кириенко, Песков, Дмитрий Козак. Ну, кандидаты не в том плане, что это тоже, в общем, ближний. Ну, как тогда вот было Политбюро и кандидатов в члены Политбюро. И вот тут полно. Чайка, Кадыров, Золотов, Шувалов, Миллер. Ну, и так далее. Да, ну, в общем, вот они управляют страной. У них все деньги, у них вообще всё. Понимаете? В Российской Федерации зарплата медработников падает, а их эксплуатация растёт. Профсоюз. Оказывается, остался профсоюз медработников. Вот когда говорят, что зарплата увеличивается. Ребята, они считают не зарплату, они считают доходы. Вот. А на самом деле многие медики, да все-то такое было, работали на полторы, на две, там, я не знаю, на три, на пять ставок. Ну, пять, может быть, и нет, но на две ставки точно. Вот так вот. И получается, что вот они говорят, например, иногда фельдшера работают в неполной бригаде, выполняют двойную работу. И вместо 15 коек на один пост медсестры приходится 20, а то и 25-30. Вот и получается, что это идёт, значит, разговор не о средней заработной плате, а о среднем уровне заработка, который достигается посредством сверхэксплуатации работников. Ну, как было, совки так и сейчас есть. А кто удивляетесь? Генпрокуратуры предупредил об угрозе мусорного коллапса в России. Ну, вот, в общем, да, это то, что я вам говорил, вот эти федеральные округа, там вообще уже всё завалено, вот всё мусором завалено, какие-то полигоны. Всё у меня на сегодня, но зато есть новости Нью-Йорка, кусочек я вам покажу, потому что здесь довольно много. Это Антон у нас рассказывает на фоне американского флага, молодец. Вот, и сегодня Леон тоже спел песню Жанна Татляна «Звенит капель». Послушайте, а я пока с вами попрощаюсь. Доктор Влад с вами. Пока. А вот и я. Всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. Сегодня у нас с вами пятый новостной выпуск. И сегодня 3 июня 2019 года. Время в Нью-Йорке 10 часов 2 минуты утра. Температура воздуха в Нью-Йорке плюс 17 градусов по Цельсию. Сегодня нам обещали 22. Вчера было 27. Сегодня немножечко попрохладней. Ну, тоже хорошо. Так, дальше. Курс доллара к рублю 65 рублей 23 копейки. Это прямо сейчас такой курс. Бензин на ближайшей заправке. У нас стоит 2 доллара 89 центов за галлон. То есть за 7 дней бензин у нас подешевел на 10 центов за галлон. Дальше. Какие новости? Какой город самый посещаемый туристами, где больше всего туристов в мире и куда приплывают туристы? Это город Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Конечно же, кто бы сомневался. Одни из самых удивительных и громадных млекопитающих планеты вернулись в ставшие чистыми воды Нью-Йорка в большом количестве, став одним из аттракционов города Нью-Йорк. Вот надо же, все чисто и даже животные сюда к нам плывут, потому что экология это позволяет им находиться здесь. Так, и еще вот такая новость. Сегодня, то есть не сегодня, а вчера это было, 2 июня, парад Израиля в Манхэттене. Вот по поводу парадов. Нью-Йорк самый знаменитый и большой в мире ежегодный парад Дня Израиля. По традиции пройдет сегодня, ну то есть вчера, 2 июня 2019 года, как всегда, в центре Манхэттена на 5-й авеню. Вот по поводу парадов, ребята, я в прошлый раз выпустил ролик с парадом Фолунь-Дафа. Вот, и я вам там сказал, я повторюсь, да, что вот по моему мнению Нью-Йорк это вообще город парадов. Тут парады по каждому поводу, по любому поводу, постоянно тут какие-то парады проходят. Вот, ну естественно, какие-то парады немножечко поскромнее, какие-то парады более ярче, более масштабные парады. В каких-то парадах принимает участие очень много людей, которые приезжают не только из других штатов, но и из других стран. Ну и что я хочу добавить к парадам, то что мы посетили не один парад здесь, в Нью-Йорке. И вы знаете, вот я выражу просто свое мнение по этому поводу. Когда мы были на параде, в принципе на каждом из них, да, вы знаете, вот стоишь, смотришь, да, на вот этих людей, которые идут. Вот они все такие счастливые, они все такие довольные, они все такие какие-то вот свободные. И вот этот дух, он как-то проникаешься вот этим духом, вот такого количества людей и сам заражаешься этим. И вот это, конечно, такое какое-то очень эмоциональное вот такое впечатление производится, что вот я даже, честно говоря, не знаю, как это описать, но просто вот дух захватывает, если честно, на этих парадах. Просто вроде бы ничего такого необычного, но идут себе люди, как бы идут, да, но просто вот прям, я не знаю, вот там такая атмосфера какая-то, вот прям вот, вот аж все горит и пылает, вот, ну невозможно просто. Это, конечно, надо прочувствовать, ребята, чтобы понять, что там происходит. Здравствуйте. Сегодня для вас исполню песню. Жан Татляна, тоже песня очень старая. Зенит Копель А что с тобой, город мой? Ты поешь и смеешься Я сегодня не пел Виновата Копель А чудеса, чудеса, чудеса Вся земля в звуках, брызгах Зачерпни и попей Ах, Копель, ах, Копель Звенит Копель Целый день с утра И влюблят, и влюблятся И влюблятся давно пора В том, что город такой Теперь Виновата, и влюблятся И влюблятся И влюблятся И влюблятся И влюблятся В тем, что город такой И влюблятся И влюблятся И влюблятся Спасибо До новых встреч И влюблятся